Космонавты на МКС 12 апреля присоединились к международной акции. Более 50 тысяч человек в 45 странах мира писали тотальный диктант. Наша съемочная группа решила узнать, почему второй год подряд многие чебоксарцы соглашаются добровольно проверить свою грамотность. С февраля по пятничным вечерам во второй корпус госуниверситета приходили все желающие повторить правила, чтобы затем написать тотальный диктант. А 12 апреля в эти аудитории пришли около 500 человек, чтобы поучаствовать в сложной интеллектуальной игре, как называют ее организаторы из Новосибирского госуниверситета. В этом году текст диктанта написал известный писатель Алексей Иванов, автор романа «Географ Глобус Пропил». Причем было три варианта для разных городов. Перед началом акции автор обратился ко всем ее участникам. Организаторы тотального диктанта отмечают, что текст небольшой, но сложный. Тексты всегда сложные. Тексты диктантов создаются специально для тотального диктанта. Это не отрывки из уже существующих произведений. И тексты тотальных диктантов обычно сложнее, чем школьные. Но тем они интереснее. Татьяна Синицкая в прошлом году написала диктант на «Отлично». В этом решила прийти опять. Рассказывать, что накануне прочитала учебник по русскому языку. И поняла, что многое подзабыла. Ее работа связана с интернетом. А там сейчас не модно писать неграмотно. И когда люди делают ошибки, там, надсядься, когда какие-то слова самые простые пишут неверно, то это высмеивается, это подвергается какому-то там, в общем, насмешкам, можно сказать, даже оскорблениям в какой-то степени. Это не модно. Организаторы говорят, что если вы получили не очень хорошую оценку, это не значит, что вы неграмотны. Просто на данный момент вы не готовы проверять свою грамотность. Итоги тотального диктанта подведут 15 апреля. А 17-го отличникам вручат дипломы. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика.